Приветствую всех! Это 502-й выпуск «Открытой политики», и он у нас тоже записывается в городе Стамбуле. Находясь за границей Российской Федерации, я не могу не упомянуть и о грандиозных международных событиях. Например, о визите министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова в замечательную восточно-африканскую страну Бурунди. Вот все тут в странах НАТО верещат и ругают Россию за агрессивное поведение, за какие-то несправедливые войны и прочее. Однако, мало кто замечает, что Российская Федерация и Министерство иностранных дел Российской Федерации неуклонно стоят на страже международной планетарной безопасности. Дело в том, что вот эта замечательная страна Бурунди, в которую приехал Сергей Лавров на минувшей неделе, обладая полутора десятками бронетранспортеров выпуска 1954 года, была в одном шаге от того, чтобы выйти со своими вооружениями в космос. И я не шучу. На самом деле, Сергей Викторович пресек вот эту ужасную опасность, которая нависла над всей планетой, и безвозвратно, безоговорочно заключил договор между Российской Федерацией и государством Бурунди о невыводе вооружений в космос. И это не шутка, это действительно так. В том числе, видимо, и ядерных вооружений. Вот оцените масштаб деятельности и масштаб миротворческих усилий Российской Федерации, и в частности Сергея Лаврова. Очевидно, что Министерство иностранных дел Российской Федерации знает что-то большее, чем все мы и чем, собственно, видимо, страны НАТО, которые никакого внимания на Бурунди до сих пор не обращали. Это неприметная и не особенно выдающаяся чем-то африканская страна, в которой, кстати говоря, валовый внутренний продукт на душу населения составляет всего 221 доллар на человека в год, то есть меньше одного доллара в день. В этой стране 50% неграмотного населения, но, по мнению господина Лаврова, именно эта страна, в которой на тысячу человек всего 40 сотовых телефонов, представляла существенную угрозу и потенциально была готова вывести вооружение в космос. Ну, теперь уже, как говорится, обратной дороги нет, и все 11 бурундийских БТРов образца 1954 года так и останутся ржаветь на поверхности нашей планеты, не проникнут, гарантированно, уже в космическое пространство, и, собственно, мир-то спасен. Так получается, да? Кстати говоря, стоимость визита господина Лаврова в эту замечательную африканскую страну превысила бюджет самой страны, но это никого не смущало, потому что местные жители были очень рады приезду белого человека, плясали, танцевали прямо у самолета, вожделенно трогали этот самолет руками, прикидывая, сколько можно прекрасных алюминиевых тазиков наклепать из этого сооружения. В общем, вот такие вот события происходят на международной арене, и я повторюсь, я подчеркиваю тем самым те титанические миротворческие усилия, которые совершает и Сергей Лавров, и в целом вся наша замечательная Родина Российская Федерация. От международных событий возвращаемся к нашей бренной башкирской повестке. Слухи и всевозможные домыслы на фоне паралича государственных СМИ в республике становятся во многом реальными проводниками информации, но все-таки надо быть очень осторожными, эту информацию нужно многократно проверять, потому что даже те небольшие, незначительные слухи, которые просачиваются, например, там из Белого дома уфимского и из правительства, их нужно проверять, потому что зачастую они носят характер борьбы бульдогов под ковром и, в общем-то, носят форму таких злых языков. Например, на прошлой неделе эти самые злые языки утверждали, что видели в одном из придорожных ресторанов города Уфы человека, поразительно похожего на интенданта Борданова, который, пребывая в этом замечательном заведении, обильно обмывал какой-то значок, поразительно похожий на почтенную медаль Шеймуратова. Мы с такими безобразными слухами и инсинуацией категорически не согласны, не поверим в них до тех пор, пока не будут предъявлены, например, фотографии этих празднеств, этих мероприятий. Ну и еще одна причина, по которой я не верю в то, что это был действительно господин Борданов, но эта причина зиждется в том самом старом еврейском анекдоте. А кто, собственно, в лавке остался? Как известно, господин Борданов поставлен на распределение гуманитарной помощи и прочих материальных ценностей. Ему, в общем-то, некогда здесь, наверное, в Уфе значки обмывать. Ему нужно там, на переднем крае, раздавать щедрую помощь республике, которая оказывается бойцам специальной военной операции. Или вот еще одна странная информация, которая тоже прозвучала на прошлой неделе. Якобы кандидатом в депутаты государственного собрания от «Единой России», куратор внутренней политики в Белом доме Урал Кельсинбаев раздает некие реквизиты автономного некоммерческого объединения под названием «Развитие социальных инициатив». Фонд развития социальных инициатив или ОНО «Развитие социальных инициатив». И якобы этот самый Урал Кельсинбаев, передавая эти реквизиты, шепчет какие-то цифры, суммы или еще какие-то слова. Ну, собственно, вот такая информация, вот такие слухи распространились из Белого дома. Ну, если злые языки, вот те самые злые языки, подозревают, что происходит некий сбор средств за мандаты, ну, как это было, например, в 2013 году, то я никак не могу этого ни опровергнуть, ни подтвердить, но предлагаю все-таки правоохранительным органам на фоне вот этих вот злобных инсинуаций и разговоров их пресечь, а именно нужно проверить транзакции вот этого автономного некоммерческого объединения «Развитие социальных инициатив» и посмотреть, были ли там какие-то подозрительные платежи со стороны, например, там каких-нибудь известных кандидатов в депутаты от Государственного собрания. Я нисколько не сомневаюсь, что эта проверка не покажет никаких таких платежей, но, как говорится, нет дыма без огня. Ну, и хотелось бы восстановить честное и светлое имя Урала Кельсинбаева и вот этого самого вот известного и уважаемого даже в далекой африканской Бурундии, оно развитие социальных инициатив. В Уфе на площади перед Дворцом Спорта окончательно сносят палатки торговцев помидорами и полуразмороженными курами. МЧС внезапно признала, что эта торговая точка опасна для посетителей, не соответствует всевозможным нормам безопасности и пожарной безопасности и прочих-прочих критериев. Ну, при этом, конечно, странно достаточно то, что лет 10 примерно МЧС не обращал никакого внимания на существование этой вот формы торговли на площади перед Дворцом Спорта. Горожане гадают, зачем, по какой причине это происходит. Некоторые возмущаются, что сносят их любимые палатки, в которых они покупали недорогие помидоры. Но, по одной из версий, власти города зачищают вот эту площадь перед Дворцом Спорта для того, чтобы строить там и расширять очередной сквер, который во множестве плодит, дорогой Радий Фаридович, по Уфе и ее окрестностям. Суть по всему, этот сквер будет расширен, и он будет носить имя Сергея Михалева, покойного ныне одного из известнейших тренеров хоккейного клуба Салават Юлаев. Хотя, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, конечно, полезнее и правильнее было бы построить там сквер имени самого хоккейного клуба Салават Юлаев, который в скором времени, судя по всему, перестанет существовать, по крайней мере, в том статусе, в котором он был привычен для жителей Уфы и Республики Башкортостан, потому что усилиями Радия Хабирова и его команды, в частности, Рената Баширова, хоккейный клуб Салават Юлаев катится куда-то в бездну. Соответственно, уже мы такого клуба, как раньше имели, наверное, иметь не будем, и неплохо было бы увековечить вот эти вот победы, кубок Гагарина и прочее, что было осталось в прошлом, ну, с помощью вот такого, например, сквера, да. Хотя, на самом деле, существует и другая версия, почему зачищается эта площадь. И эта другая версия заключается в том, что власти наконец-то вспомнили, что площадь перед Дворцом Спорта в Уфе является официально отведенной площадкой для проведения митингов и протестных акций. Этих площадок в Уфе несколько, и все они всегда были чем-то спешно заняты. То ремонтом, то вот такими ярмарками и так далее. Тем самым парализовалась возможность проведения законных митингов гражданами города. Список этих площадок утвержден законодательно Государственным собранием Республики Башкортостан. Эти площадки формально существуют во всех крупных населенных пунктах, просто об этом сейчас стараются не вспоминать, потому что про митинги у нас сейчас как-то даже не хочется думать властям. Но вообще размещение торговых павильонов на этой площади было, конечно, неким прообразом препятствования реализации конституционных прав, которые так или иначе все-таки закреплены в основном законе Российской Федерации, и граждане все-таки имеют право на протест. Если эта версия верна, если это действительно для этого убираются вот эти палатки, то власти республики очевидным образом готовятся к возрастающим протестам, и, судя по всему, они даже готовы способствовать этим протестам, потому что, ну, если они сами готовят площадку для этих мероприятий, то как еще иначе это все трактовать? Как известно, протестные акции последних месяцев и недель в Башкирии в основном были экологического характера. Но была одна акция, и она сейчас продолжается. Это протест в такой градостроительной сфере, и происходит это в городе Стерльтамаке, где местные жители протестуют и противятся планам властей города отремонтировать парк, который, по мнению горожан, в принципе, в реконструкции не нуждается, является вполне себе пригодным и даже очень нравится жителям этого города. При этом те же самые активисты и те, кто протестует против этих планов, заявляют, что в городе предостаточно мест, куда стоило бы и можно было бы вложить средства и деньги бюджета, много заброшенных парков, скверов и прочих вещей, куда можно с толком и с расстановкой эти деньги истратить. Кроме всего прочего, протестующие заподозрили администрацию города в манипуляциях мнением горожан, в том смысле, что они утверждают, что к голосованию за ту или иную площадку на реконструкцию были подключены малолетние дети, школьники, которые механизмом создания массовости и прочих, значит, голосований в интернете создали некую иллюзию того, что граждане хотят реконструкции именно вот этого вот парка. Ну и самое главное, в чем подозревают жители Стрель-Тамака своей власти, это в том, что кто-то хочет очень хорошо подзаработать на тех работах, которые вовсе не нужно проводить или которые вообще не будут проводиться, потому что парк-то, собственно, вполне себе пригодный. Инициативная группа недовольных и несогласных обратилась с обращением к руководителю Следственного комитета Бастрыкину, к руководителю Федеральной прокуратуры Краснову, требуя разбирательства. Здесь собрались жители, обеспокоенные судьбой парки имени Кирова в городе Стрель-Тамак. Дело в том, что администрация города включила этот парк в конкурс на получение финансирования в рамках проекта благоустройства городских территорий. Благоустройство городского пространства – дело, безусловно, нужное, хорошее, и наш город, конечно, нуждается в реализации этого проекта. Однако выбор места благоустройства и конкретное содержание проектов благоустройства должны происходить с учетом мнения жителей с проведением обязательных процедур, таких как общественное обсуждение. А вот жители поселка Стерлибашево недовольны свалкой, которая возникла в направлении деревни Айдар-Али, и там бесконечно сливаются жидкие отходы и твердые бытовые отходы, которые, по утверждению жителей Стерлибашево, находятся в непосредственной близости от сельскохозяйственных угодий и наносят урон экологии. Причем местные жители полагают, что подобная ситуация – это недопустимый результат той самой хабировской мусорной реформы, которая бушует в республике уже четвертый год. Стерлибашево по поводу вот этой свалки местные жители уже готовы запланировать, утвердить, согласовать и провести народный сход. Очередной народный сход, коих стало очень много в последнее время в республике Башкортостан. Тем временем власти республики, понимая, что протестное настроение, протестная активность в регионе неминуемо будет нарастать, а четыре года правления хабирова в Башкирии только усилили понимание людей того факта, что что-то очень сильно не так во всей стране и в регионе в том числе. Ну и, как обычно, поняв вот такие угрозы, власти начинают предпринимать какие-то меры. В основном эти меры сводятся к попыткам нажима, давления, дискредитации в отношении лидеров этих протестных событий. Вот, например, после того, как в селе Темясово прошел разрешенный, подчеркиваю это слово, самими же властями народный сход, где позорно освистали и изгнали вице-премьера Абдрахманова, После этого начались поиски нарушений со стороны организаторов этого народного схода. Сегодня я получил вот такой на руки рапорт о административном правонарушении, об обнаружении признаков административного правонарушения. Мы, нас обвиняют, меня, Юмагулова Ильдара Шамильевича, и Файзалину Рашиду Абдулхаковну в том, что мы по статье самоуправства. Мишенью для нападок стал, в частности, инвалид-колясочник Ильсур Ирназаров, который был в числе инициаторов этого народного схода. Как-то мы, мы, нас обвинем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы со своей стороны очень надеемся, что правоохранители и те, кто вовлечен в этот процесс, они смогут удержаться от нарушения законодательства. Им хватит разума и чести не пойти на поводу вот этого оскорбленного народным гневом вице-премьера Абдрахманова и его хозяев. Ну и как бы правоохранители в этой ситуации сохранят статус-кво и будут строго следовать букве закона. Мне хотелось бы сделать одну, на мой взгляд, важную ремарку в отношении некоторых комментаторов, которые у нас есть на канале. Очень странная реакция была со стороны некоторых товарищей, которые сам факт моего отпуска и поездки в Стамбул протрактовали так, что, дескать, поехал в Стамбул отдыхать на наши с вами денежки. Имеется в виду на те пожертвования, которые происходят в адрес нашего канала. Спешу вас успокоить, уважаемые комментаторы, что это совершенно не так. Более того, ни одного рубля из сумм ваших пожертвований я и никогда до этого не получал в собственное распоряжение. Все эти средства идут только на оплату работы наших сотрудников и технические затраты, имеется в виду обновление техники, каких-то еще расходов. Так что не стоит беспокоиться о том, что кто-то, значит, слишком сладко зажил за ваш счет. В нашем случае этого не происходит. Но стоит продолжать помогать каналу «Открытая политика», помогать и деньгами. К сожалению, это можно сделать единственным способом, перечислив деньги на тот счет, который мы опубликуем в каждом выпуске. Помогать нам лайками, помогать нам информацией, которую мы очень ценим и очень часто используем в своих программах. Ну и помогать нам всевозможными комментариями и прочими доступными для вас способами. Так что не волнуйтесь, уважаемые комментаторы, ваши деньги в безопасности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!